Когда экономия опасна для корабля, правда о фрегатах Оливера Перри. Саван из морской пены вот все, что ожидала этот фрегат при встрече с противником. На прошлой неделе мой уважаемый коллега перечислил преимущество Оливера Перри и возвел его в эталон морского оружия. По всему выходило, что многие идеи, реализованные при создании Перри, необходимо использовать при постройке отечественных боевых кораблей. Но настолько ли полезными были те идеи? И будет ли польза от корабля, спроектированного с оглядкой на зарубежный фрегат из прошлой эпохи? Нужно перестать видеть в Перри простой, дешевый и поэтому массовый корабль. Он стал массовым не потому, что был дешевым. И был дешевым не от того, что планировался стать массовым. Логика, основанная на отечественных примерах, в случае Перри не работает. Серийное строительство фрегатов, 51 для ВМС США, велось в период 1977-1989 годы. За аналогичное время флот пополнился. 53 боевыми кораблями классов крейсер «Ясминец». 31 спрюэнс и 14 текандирог до 1989 года. Включительно. Плюс белые слоны, волею случая оказавшиеся под полосатым флагом эсминцы «Кит», сильнейшие в своем классе. И «Хай энд» экзотика четыре атомных крейсера «Вирджиния». Отличить «Кит» от спрюэнса под силу лишь моделистам. Третий представитель семейства, крейсер «Урати Кандирога», был унифицирован с эсминцами по большинству систем. Вот и вся правда о простых и дешевых рабочих лошадках. Если бы основная часть ВМС действительно состояла из 4200 тонн кораблей прощенной конструкции, спроектированных по методам Оливера Перри, такой флот оказался бы ни на что не годен. Помимо 53 крейсеров и эсминцев новых проектов, в составе ВМС США находились свыше 20 ракетных крейсеров, ракетных эсминцев «Кунц», «Феррегат» и другой серьезной техники прошлых десятилетий. По состоянию на середину конец 80-х число крупных боевых кораблей по факту превышало число дешевых и массовых фрегатов. Подобно тому, как в наше время число построенных бирков четверо превышает число меньших по размерам. ЛСС. Фрегаты Перри выходили дешевыми от того, что собирались выполнять ограниченный круг задач, за спинами своих коллег, старших по рангу. А было их построено 51, потому что Янки посчитали нужным именно такое количество вспомогательных кораблей. Зачисленными рекордами и массовостью никто не гнался. Выбор Перри на роли талона при проектировании будущих российских кораблей не может вызвать ничего, кроме улыбки. С учетом роли и назначения проекта дальнейшие вопросы к технической стороне корабля отпадают. Вынужденные компромиссы в его конструкции не стали неожиданностью для заказчика. При заданном водоизмещении на технологическом заделе 70-х годов фрегат был обязан уступать по боевым возможностям крейсерам и эсминцам. Перри и Нокс. Предшественники, Ноксы, создавались для сопровождения конвоев в Третьей мировой войне, где единственным противником на трансатлантических маршрутах могли стать только советские подлодки. При водоизмещении 4000 тонн фрегат Нокс вполне соответствовал своему назначению с учетом объемов и сложности предстоящей работы это был весьма дорогостоящий корабль, несущий самые изощренные средства плотового времени. Ничего другого Нокс сделать не умел, и до конца своих дней ничему так и не научился. Что касается Перри, то его создатели использовали корпус, аналогичный по размерам Ноксу, для создания корабля для несения повседневной службы в условиях Холодной войны, которому предстояло заходить в зоны локальных конфликтов, где каждый обнаруженный катер и самолет мог оказаться носителем противокорабельной ракеты, где могли выстрелить с берега, где в любой момент мог вспыхнуть бой с москитными силами непредсказуемого противника, который еще утром считался союзником, где от корабля могло требоваться оказание артиллерийской поддержки силам на берегу или молниеносный удар в палубу вражеского корвета с помощью ЗУРС отключенным бесконтактным взрывателем. Янки посчитали приемлемым для этих целей фрегат с примитивным двухкоординатным радаром и одноканальным ЗРК, при отсутствии полноценных средств противодействия ИРЭП. Ко всему прочему, фрегат был оснащен единственным фалангсом, прикрывающим кормовые углы Т.Е, на языке специалистов, имел незамкнутый контур ПВО. С учетом однорукой пусковой установки и принятого расхода двух ракет на одну цель фрегат имел все шансы не пережить встречу даже с парой самолетов противника. Впрочем, как и любой другой корабль его размеров, построенный по технологиям 1960-1970 ГГ, Заказчик получил именно такой фрегат, какой требовался ВМС, вспомогательная единица второго или даже третьего ранга, на которую было жаль потратить лишний цент. Безопасность перегарантировалась отнюдь не силой его оружия или выучкой экипажа. Перефразируем советского командира, гордо ответившего на провокационные призывы натовских кораблей. Вы идете опасным крусом. Наша безопасность обеспечивается флагом Советского Союза. Раздолбать перья было делом нетрудным. Трудно потом выживать под санкциями. Впрочем, однажды эта логика себя не оправдала. Последствия атаки на Старк не содержат сенсационного подтекста. Такой корабль не мог утонуть от попаданий пары и экзосетов. Все повреждения пришлись вышивать эрлинии. С пожаром, возникшим от двигателя застрявший в надстройке ПКР, эффективно справился взрыв второго экзосета. Что, как ни парадоксально это звучит, даже облегчило положение фрегата. В отличие от Шиффилгда, получившего повреждения на краю земли, Старк находился вблизи американской базы в Бахрейне, куда и был приведен на следующий день. Что касается общей оценки живучести, то фрегаты переполучили традиционную для того времени надстройку из пожароопасных алюминиево-магниевых сплавов. Утверждение моего коллеги об отсутствии влияния на живучесть при применении одной или двухвальной схемы ГЭУ противоречит здравому смыслу. Интересно, каким образом был проанализирован опыт применения одновальных кораблей в годы ВМВ, если боевых кораблей основных классов с одновальной ГЭУ просто не существовало. Даже самые маленькие эсминцы того времени при водоизмещении около 2000 тонн оснащались двухвальной силовой установкой. Разумеется, двухвальная ГЭУ радикально повышала живучесть. Случаев боевых повреждений грибного винта на одном валу или разрушения машинных отделений одного борта великое множество. При этом корабли сохраняли возможность дать ход. Пример второй поход в Феодосию крейсера «Красный Кавказ». Стоит ли искать смысл там, где его нет? В фрегат типа Оливер Перри был запрограммирован на поражение. Вопрос заключался лишь в готовности дать ему бой. Как показало время, никто из его противников не имел решимости, или необходимости, атаковать маленькие корабли. Уникальный инцидент со Старком так и остался загадкой истории, кто и с какой целью отдал безумный приказ. Помимо компромиссов, конструкция Перри содержала и положительные элементы. Среди них комплекс технических средств под аббревиатурой «ЛАМПС», позволивший связать воедино все противолодочные средства фрегата, включая поисковые и прицельные системы на борту вертолетов. Критикуя Перри, нельзя забывать о научно-техническом уровне страны, в которой был создан тот корабль. Неустранимым врожденным недостатком Оливера Перри была посредственная мореходность. В свежую погоду при продольной качке носовая часть фрегата показывалась из воды, поле чего следовал страшный удар – днищевой слеминг. Помимо потери работоспособности гидролокационных средств, постоянные удары разрушали без того непрочную конструкцию, вызывая многометровые трещины в надстройке. Это никак не было связано с размерами Перри, он, как и любой корабль, был мал только на бумаге. Причиной слиминта было слишком большое удлинение корпуса – 9,7, позволявшее обойтись меньшей мощностью ГЭУ на полном ходу. И, вероятно, ошибки при проектировании обводов. Видимо, компьютер при расчетах чего-то не учел. Размеры корабля водоизмещением около 4000 тонн в сравнении с человеком. На иллюстрации, моряки смывают кораб кающихся по якорной цепи активистов-пацифистов. Дело происходит в Дании, на американской базе их бы пристрелили. В начале нового века Перри подвергнулись обширной модернизации, с их палуб демонтировался однорукий бандит, а на его месте приваривалась заплата. Оставшись без ракетного оружия, они начали постепенно выводиться из состава флота. Если 20 лет назад списанные Перри были желанным подарком для стран-союзников США, то в наши дни они не вызывают интереса даже у них. Современные корабли уже давно имеют другой облик и строятся по другим стандартам. Фрегат типа Оливер Перри и эсминец типа Спрюэнс.